Инструкция по применению комбо-иона-озонатора Патогенный нейтрализатор После почти двухлетних исследований, экспериментов и испытаний Комбо-озонатор показал себя как идеальное и в высшей степени эффективное средство В борьбе с множественными поверхностными и внутренними нападениями микропаразитов на наш организм Особо актуальным оказалась борьба с мировой заразой Из-за которой наша цивилизация катится в пропасть по чьей-то злой воле То есть, кто смог повторить изготовление устройства, разработанного командой Валентина Дондорфа И мною, или приобрел самый драгоценный прибор в мире Я постараюсь наиболее подробно описать, как правильно использовать комбо-озонатор В самых различных возможных ситуациях Пункт 1. Профилактика респираторных заболеваний Мы постоянно вдыхаем из окружающего пространства великое множество Различных опасных биологических микропаразитов Различные вредные микроорганизмы, попадая на внутреннюю поверхность дыхательных путей Перед своим решительным нападением Пытаются незаметно закрепиться на слизистой внутренней структуре носовых пазух И создать внушительную популяцию Если условия для них благоприятные и иммунитет у жертвы ослаблен Они за некоторое время, размножаясь от суток до нескольких дней Накапливают силы перед решительным нападением Поэтому у нас всегда есть фора быть на шаг впереди, чтобы уничтожить заразу еще в зародыше Доказанная безопасность озонатора позволяет проводить профилактику ежедневно Тем более, что для этого требуется всего от 10 до 30 секунд Дышать через прибор рекомендуется от одного до нескольких раз в день Это сильно зависит, насколько часто вы контактировали с окружающими И от вашего общего состояния Если в течение дня вы не находились в местах массового скопления людей Вроде общественного транспорта, магазинов, работы, где множество сослуживцев и так далее А также не было неких активных коммуникаций с домашними То достаточно перед сном или просто вечером подышать через прибор 10-30 секунд Особо не напрягаясь, причем не каждый день Ежели у вас было хоть что-то из вышеперечисленного То потребуется уже более ответственный подход Дышать надо будет как можно глубже Чтобы легкие чувствовали специфический вкус озона Где-то 30-50 секунд Или до легкого головокружения В особо активный день, например, вы были на работе Потом магазин, общественный транспорт И пришли домой, где множество домочадцев То следует сразу провести процедуру с глубоким подходом Чтобы не передать случайно эстафету заразы своим родным А после того, как все разбегутся по кроватям То желательно сделать легкую профилактику Подобное гарантированно вас избавит от любых проявлений респираторной заразы Вы вообще забудете, что такое простуда И тем более вам не будет грозить некое существо Кошмарящее наш бренный мир в течение двух лет Конечно, я не имею в виду некоторые крайние ситуации Допустим, вы шли и шли и провалились в прорубь После чего имеете полный набор крайне выраженной простуды С высокой температурой и возможным обморожением Тут уже простой профилактикой не отделаешься Но несколько усиленных процедур в день Вам очень сильно помогут быстро снять воспалительные процессы в дыхательных путях И что очень актуально, избавит вас от насморка Пункт второй Процедуры при начальном этапе заражения Вы все-таки были непоследовательны и забыли регулярно осуществлять профилактику Или произошло что-то из ряда вон подобное, как я описал чуть выше В общем, процесс захвата уже идет И вы чувствуете себя в симптомном состоянии Возможно, уже даже с температурой В этом случае потребуется уже многоразовый подход в течение дня И, возможно, даже ночью Сильный кашель, покраснение горла, насморк Все это эффективно сбивается и резко сокращается Уже даже во время дыхательных процедур В таких случаях следует дышать глубоко И уже по 1-2 минуты Несколько раз в день Пока симптомы заметно не спадут Конечно, никогда не мешает параллельно использовать другие лечебные старинные процедуры Кроме химмет препаратов Вообще старайтесь укреплять свой организм самыми различными способами А не когда петух клюнет Пункт третий Тяжелые формы заболевания В случаях, когда у вас не было под руками комбезонатора Или других возможностей защиты от нападения респираторных недугов И вы дали возможность развиться болезни до критического состояния То есть огромная температура, сильнейший кашель, полусознательное состояние, доминирующее поражение легких и или бронхов В таком случае требуется уже реанимационный подход Множество раз проверено, что даже дыша около 20 минут каждый час Несколько раз подряд Действие патогенного нейтрализатора никаких побочек не вызывает Только положительный результат Дышать через прибор следует очень глубоко На полный вдох и выдох Вероятнее всего больного спровоцируется раздражающий кашель Доходящий до ощущения, что легкие сейчас вывалятся наружу Это отслаивается пораженная поверхность легких и бронхов со слизистой Будет выкашливаться обильная мокрота Это необходимый результат очищения поверхности слизистой После чего, когда поврежденная поверхность и с ней патогенная флора удалится Комбинированное воздействие озона ионизированного воздуха и вихревой энергии Даст сильный толчок для скорейшего восстановления дышащей поверхности У больного, откашлявшись, резко сократятся воспалительные процессы После чего следует отдохнуть Через каждые 2-3 часа надо обязательно повторить процедуру глубоких вдохов несколько раз И вам будет уже значительно легче подобное повторять Так как тот же озон растворится без следа На слизистой поверхности всего за 10-12 минут Распавшись на активный кислород О2 Что дополнительно даст положительный эффект На следующий день, если симптомы явно пошли на убыль То переходите на щадящий режим Описанный во втором пункте Пункт 4 Кроме обычных респираторных заболеваний, попадающих к нам в дыхательные пути воздушно-капельным путем Существует еще масса паразитов, желающих загнездиться в носовых пазухах, ротовой полости и других злачных местах Где для них просто рай земной, где тепло сыро и сытно Заражение может произойти из-за условий окружающей среды Допустим, вы живете в помещении, где сырые стены покрыты плесенью Постоянно вдыхая грибковые споры, ваш иммунитет постепенно уступит настырному влиянию И вы получите некое хроническое заболевание Подобие гейморита или банального хронического насморка У вас в носовых пазухах заселится обширная грибница Которая будет управлять вашими внутренними процессами Чтобы нос был постоянно заложен и сырой И что бы вы ни делали, ну никакие капли вас от этого не избавят Они просто на время заглушат симптомы Совершенно не затрагивая причину Так как любой грибковый патоген своими корнями прорастает вглубь тела А наверху остаются только биологические средства коммуникации с внешним миром Вероятно, вы все хоть когда-либо собирали грибы Должны быть наслышаны, что грибница может быть расположена на сотне квадратных метрах И только в некоторых местах вы видите ее присутствие, срезая мясистый зонтик Фактическую плодоножку, которую как вы, так и животные разносят для последующего естественного посева Вот примерно такое же происходит внутри вашего организма В отличие от бесполезной химии, которая только заглушает симптомы, не влияя на плеснеобразный патоген Озон впитывается глубоко в слизистую поверхность и разрушает корневую систему И как было сказано выше, в течение десятка минут растворяясь в активный кислород О2 Что также дополнительно помогает очищению от зловредов Существует еще множество подобной флоры и фауны, которые стремятся получить теплую и сырую среду обитания С минимальным сопротивлением иммунной системы Так вот, почти двухлетний опыт показал, что комбо-озонотерапия Также способны эффективно бороться с такими коварными существами, как плесневая разновидность Все та же грибовидная структура, но с более поверхностным расположением Подход несколько иной в противодействии подобного грибкового рассадника Последовательность процедур уже не предусматривает, насколько часто и где вы находились в течение дня Тут следует сконцентрироваться на самой проблеме Так как в таком случае у вас, конечно, заложен нос Обычно одна сторона немного дышит, но вам все равно приходится дышать через рот Процедура дыхания через прибор такая же, как и описано, была выше Кроме одного отступления Независимо от времени суток, если нос забит, вы стараетесь дышать через заложенную ноздрю Предварительно зажав ту, которую хоть как-то, но может пропускать воздух Если попытки были безуспешными, то тогда делайте вдохи Через ту, в которой еще можно дышать Постепенно вы должны почувствовать, что и вторая слегка пробилась Тогда снова зажимаете более дышащую и продолжаете настойчиво добиваться пробивания заложенной ноздри По-любому, если у вас там только не закостенелая пробка в ноздре, то обязательно произойдет пробой После такой удачи можете отдохнуть, но следите, чтобы ноздрю снова не закрыло Если почувствуете, что закрывается, то снова дышите Буквально за пару дней, а чаще через несколько процедур, вы почувствуете себя совершенно по-другому В зависимости от вашего хронического состояния проблемы Особенно если нос был постоянно заложен в течение многих лет, а то и десятилетий То для окончательного приведения себя в порядок с носом Также, возможно, потребуется длительное время с продолжением процедур Тем более, еще некоторое время по причине инерции в восстановлении организма У вас будут достаточные фантомные симптомы Да и плесень бывает настолько цепкая, что может затаиться в самых укромных уголках вашего внутреннего пространства Поэтому настраивайте себя на длительную осаду крепости Пункт пятый Кроме проблем с вашим внутренним миром, попадающих через рот и нос Существует множественная атака на поверхность вашего тела Та же плесневидная флора или бактерия активно паразитируют на коже Особенно в язвимых местах Когда иммунная система сильно подорвана внутренними проблемами Да и внешней агрессивной средой, то защитный барьер к поверхности тела сильно ослаблен Этим могут воспользоваться очередные разновидности зловредов Укрепившись на коже или под ней Межпальцевые грибковые заболевания Ногти, экзема, псориаз, банальная перхоть и так далее Бактерии, облебовавшие подмышки и другие складки, создающие невыносимые запахи Тут очень кстати, для избавления от подобной навязчивости вполне может пригодиться тот же комби-азонатор Если зараза на поверхности не запущенная, то эффект от воздействия может быть виден прямо на глазах Но если кожа была засеяна довольно давно, то придется потрудиться над длительными процедурами И конечно, следует применять параллельно различные дополнительные народные методы Особенно, когда касается грибка между пальцами рук, ног и обязательно ногтей Это самое сложное В остальном, просто вводите медленно по поверхности поврежденные паразитами кожи и наблюдаете за результатом В зависимости от этого увеличиваете или уменьшаете время воздействия Очень эффективно действует на перхоть Просто медленно вводите по поверхности, направляя струю озона на корни волос Пункт шестой Кроме стерилизации зловредных патогенов, проникающих вовнутрь через дыхательные пути Можно получить оздоровительный эффект и от других проблем К примеру, поток ионизированного озона с ихревой составляющей очень хорошо снимает усталость глаз и воспаление Просто смело наводите струю на открытые зрачки, часто моргая Застудили ухо? Попробуйте снять воспаление дезинфицирующей струей Порезались или обожглись? Вместо повреждения быстрее затянется и свернется кровь Все это подействует даже лучше, чем зеленка, йод или спиртовое очищение В отличие от перечисленных средств, на ране не останется никаких пятен И не будет никакого жжения Правда, иногда от слишком интенсивного заживления раны может появиться тянущая болезненность Любители чистить язык от бактериального слоя могут попробовать бесконтактный метод Конечно, прямо на языке проводите дезинфекцию Воспаление дезин, микротравмы от твердой еды в полости рта можете попробовать устранить тем же озоном Пункт седьмой Следующие рекомендации и варианты не имеют отношения к вашему здоровью и телу К примеру, в холодильнике у вас что-то находилось из продуктов и появился неприятный запах Не обязательно он мог возникнуть из-за испорченного продукта В таком случае вы можете включить прибор прямо внутри, направив струю на проблемный объект Так как мощность устройства небольшая, то вероятно потребуется оставить включенным хотя бы на полчаса В большинстве случаев вы избавитесь от запаха Заодно продезинфицируете внутреннюю полость Тем более, что в холодильнике, несмотря на низкую температуру, плесень и некоторые бактерии все равно жизнеспособны Если храните хлебобулочные изделия в пакете или что-либо другое съедобное, то не мешает иногда задуть немного озона во внутрь содержимого, что точно продлит хранение Дезинфекция зубных щеток, сгубок для мытья посуды, да и мало чего еще найдется для очищения от различной мелкой живности Небольшие домашние растения, пораженные различными микропаразитами и той же плесенью, наверняка вам скажут спасибо Возможно и домашним животным принесете облегчение, если поэкспериментируете над ихними различными проблемами Конечно, комбиозонатор имеет небольшую мощность, так как основная цель – избавление от проблем с нашей дыхательной системой Поэтому выбран баланс безопасности и действенности Для того, чтобы дезинфицировать целое помещение, потребуется значительно более мощное устройство, которое выпускается в различных вариантах Но особенности получения озона и мощность выхода становятся уже опасными для индивидуального пользования О чем будет подробно проанализировано и рассказано в следующих видео-выпусках Пункт 8. Рекомендации по оптимальному использованию Практика показала, что пользователи даже после объяснения все равно проводят процедуры не совсем правильно Из-за этого сильно снижают эффективность Корпус прибора надо держать не вертикально, а горизонтально Дело в том, что выход турбины, откуда поступает струя озонированного и ионизированного воздуха Должна быть направлена строго в носовые пазухи То есть наклон должен быть такой, чтобы раструб находился в 2-3 сантиметрах от ноздрей Не надо прижимать вплотную, но и не следует отдалять более чем на 3 сантиметра Вы можете проверить правильно следующим образом Останавливайте дыхание и направляйте струю в ноздри так, чтобы поток чувствовался прямо внутри носовых пазух А не просто на верхней губе Регулируйте наклон и добивайтесь максимального проникновения струи Если же будете держать вертикально, то наклону будет мешать подбородок И еще обязательно следует выполнять условия вдыхать через нос, а выдыхать через рот И снова Как не объясняешь, но большинство выдыхает прямо на само устройство, когда держит вертикально Если же вы держите горизонтально, то выдыхать будете под прибор Еще это важно и потому, что если выдыхаемый воздух будет попадать во внутрь устройства То из-за резкого повышения влажности могут произойти прострелы Так как озон ионизация образуются в результате специальной подачи достаточно высокого напряжения на внутренние элементы А из-за влажности возникают пробои, которые возможно могут привести к выходу из строя Да и металлические проводники начнут быстро окисляться, что уменьшит эффективность лечебных свойств Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!